Ребята, всем привет! Сегодня я запишу видео для наших партнеров компании Амаркетс по техническому анализу криптовалют. Посмотрим, какие у нас уровни, что может происходить и в конце для вас будет приятный бонус. Начинаем с битка. Меня зовут Статя Ромаш Кудер, я являюсь трейдером с 13-летним стажем, работаю на рынке с 2009 года, торговал на американском, на криптовалютном рынке, на украинской бирже. У нас раньше была доступна такая возможность. И сейчас крипту в основном как раз торгуем по техническому анализу. Кто понимает технику, сейчас вам будет интересно, потому что мы будем рассматривать именно технические нюансы, потому что мы все знаем, что в принципе график никогда не врет. Значит поехали. Что по битку сейчас? Сейчас у нас в принципе сформировалась такая консолидация. Цена была протестировала исторический хайв прошлого пятилетия, наверное. Потому что сказать правильно, это все в 2017 году. В 2018 был хай сформирован в районе 19-1980. Сейчас как раз мы подошли, протестировали. Такой хай обычно всегда тестируется. И у нас сейчас идет такое вот здесь вот накопление. Что может происходить? Я пока честно ребят скажу, не верю, что цена пойдет дальше вниз. Я думаю все равно должны, очень много шартов сейчас открыто. Порядка на бинансе, если взять, то там порядка 150 тысяч контрактов. Если не ошибаюсь, по битку открыто. И я думаю не дадут такому количеству людей заработать. Поэтому я думаю сейчас ребят, цена пойдет наверх. Это мое личное мнение. Посмотрим как будет по итогу. Значит вот у нас здесь уровень есть хороший 25400. Видим в терминале кстати очень классно показывается. Я вам скажу. Вот в MetaTrader я не думал, что будет реально удобно, потому что я пользователь немножко другим. То есть здесь реально удобно все рисовать, все хорошо видно, есть история. Просто шикарно. Значит ну тренд пока у нас нисходящий, понятное дело. Тренд нисходящий. Там линия тренда, если мы сейчас увидим, то она у нас будет сейчас. Что-то не рисуется. Что-то не рисуется. Странно. Что-то не рисуется. Ну ладно. Линия тренда, если мы посмотрим вот так вот, то в принципе линия тренда будет проходить это в районе как раз 28-29 тысяч долларов. И чем дальше, тем она будет ниже конечно. То есть вот этот уровень очень сильный. Зона 29-32. Я специально его нарисовал, потому что тут на недельном графике, а здесь на дневном графике. Я думаю сейчас от этого уровня, ребят, будет осколок. В принципе, кто торгует нормально и умеет ставить стопы, можно брать даже лонг с текущих уровней и стоп вот сюда, чтобы вы понимали. Просто обязательно стоп лосс, потому что без этого никак. Никто не знает, что будет происходить. Если я пойду против вас, чтобы вас хотя бы закрыли по ограниченному убытку. Значит, смотрите, еще лаи повышательные. Кстати, здесь вот очень наглядно видно. И хаи были. Такой треугольник он сжимается, хотя я не думаю, что цена сильно полетит, потому что у нас еще не было такого длительного накопления. То есть если взять по истории, а мы все знаем, что у нас закономерности на рынке работают. Значит, если взять по истории, то у нас обычно накопление идет там от 3 до 5 месяцев минимум. То есть мы пока здесь стоим меньше даже чем 3 месяца. Скоро будет вот 3 месяца, но я думаю, где-то в октябре цены уже должны куда-то двинуться. То есть может быть, было бы хорошо, конечно, дать хвост ниже там 17-800, вот это где-то на 16 в моменте, всех забрать и тогда может быть даже не наверх. Потому что если сходят туда на перехай, например, и тут будет какой-то хвост, то скорее всего, ребят, пойдем обновлять лаи. Если это будет сейчас, то если это будет через месяц-полтора, то скорее всего пойдем уже дальше на продолжение. То есть огромные там объемы уже есть вот этих вот зонах нижних, то есть самый максимальный объем из-за всю историю существования битка на некоторых биржах, да, вот там и самый максимальный объем происходит. Значит, поехали дальше. Кстати, еще очень важно посмотреть S&P, ребят, потому что сейчас все уходит за S&P и биток в том числе. Но биток чуть меньше падал, потому что биток лился до того, как S&P. Но S&P вот льется и биток тоже льется. В принципе, тут картина не очень, если честно вам скажу так. Вот эта картина, она очень-очень сильно напоминает картину 2008 года, которая была. Картина, которая была в 2008 году, вот эта вот, где-то эта ситуация, да, это 20-й стоп, не то. Вот в 2008 году вот эта вот ситуация, это 18-й, что ты, она двигается, сейчас секундочку. Сейчас она двигается, еще она не идет. Значит, вот здесь, наверное, да? Так, нет. Если так сделать, то будет видно, да? Ага. Значит, сейчас мы найдем, потому что тут уже такой тренд. А, тут нету, кстати. Ну ладно. В принципе, нету истории с 2017 года, но очень похожая картина сейчас напоминает вот эту вот ситуацию, когда хайи понижательные, это в целом не очень хорошо по S&P. Такая волатильность, конечно, большая. И если не пойдем на перехай какой-то из этих в ближайшее время, может быть, что если пробьют вот этот уровень, может улететь. Тогда могут потянуть все. Это уже точно по факту, что если пробьет S&P вот этот уровень нижний, то, скорее всего, там будет полет дальше. Вот в эту зону потом сюда может быть и так далее. Поэтому S&P тоже, ребята, обязательно нужно смотреть. О, окей. Значит, что у нас? Эфирчик. Посмотрим. Эфир у нас, в принципе, сильнее рынка, можно что-то сказать. Но пока точки я здесь, ребята, не вижу. Я бы тут не брал. Тут это высоко, во-первых. Там, кстати, очень крутой уровень был. Сейчас я покажу этот уровень. О, кстати. Он когда-то там все стоило по 200 долларов, по 100 долларов. Значит, вот этот уровень. Вот этот уровень 1725. Была в моменте попытка закрепиться выше, да, как ложный пробой. Комбинации, кто знает. Потом ретель снизу, вот здесь вот. Кстати, ребятам говорил, можно было шортить легко, вообще уверенно. И потом отскок. Сейчас посмотрим, что будет дальше. В целом тут не сильно понятна ситуация, честно скажу. Вот по факту я пока здесь не понимаю, что происходит. Можно смотреть выше 1725 или от этого уровня. Вот здесь что делать? Ну, я бы тут ничего не делал. Если взять там меньше таймфрейм, можно попробовать какой-то период графика, там 4 часа посмотреть, что будет. Ну, в целом, такая как пила, то туда, то сюда. Но выглядит больше, как на шорт, если взять по факту. То есть, вот раз снижение, два снижения, потом три. И вот, в принципе, тут на откате, если стоп сюда, то можно и дальше посидеть. Если пойдет. Но эфир, конечно, сильно очень монета сейчас стала. И не факт, что он будет двигаться дальше. Так, по Аде. Вот у нас еще Ада есть. Кардана, кто знает. В целом, очень классно вот здесь стоят. Это классная, в принципе, формация. Но с поджатием уровня. Поэтому тут два варианта. Либо брать лонг, типа от вот этой вот зоны, да. И со стопом the low. Либо ждать, когда будет пробой. И на импульсе можно пробовать словить. Потому что тут тоже поджимают. Хотя, с другой стороны, очень сильно сливали данные инструменты. Если я посмотрю. У нас было 3 доллара. А сейчас там 40 центов. Почти 85% падения. И по факту откат только был вот здесь небольшой. И вот здесь. Это я бы не считал бы тут. Это вообще, ну, это какой-то попрыгунчик какой-то такой. Если так сказать. Поэтому вот здесь классный уровень. Очень в районе доллара. Вообще шикарный просто уровень. Постоянно хвосты были. Я думал, его не пробьют. А смотрите, что сделали. Вот был доллар. И вот. Закрепление снизу. И погнали. Ниже доллара. Просто сильнейший уровень в районе доллара. Я смотрел. Максимальные объемы по этому инструменту были набраны в зоне 25. Ну, от 7 до 25 центов. Поэтому если падет, если будет снижение, то где-то 25-2 центов будет цель. Если пойдет вниз. Посмотрим. Посмотрим. Сильно сейчас ада тоже чувствует. Но все зависит от битка. Еще раз. Говорю. Биток как ядро. Поэтому все зависит от того, как будете чувствовать биток. Если биток будет, например, не будет падать, то будет хорошо. Вот Dash. Тоже, ребят, поджатие вниз. Если пробивается вот этот вот уровень нижний там 57.2, 57.1 с закреплением или симпульсом можно пробовать. Я думаю на границу вот этого диапазона он пойдет вниз. Ну, это много. Если можно на 20 долларов реально пойти дальше падать. Ну, Dash такое. Хотя от этой точки можно пробовать и лонговать. Потому что раз-два, на третий раз обычно такой уровень пробить тяжело. Поэтому не факт, что пойдем. Но тут нужно внимательно. Если лонги, то обязательно стоп за лол. Ну, лонг сейчас неплохо, потому что очень короткий стоп. То есть если взять по текущей СН сейчас 58.5, то у нас получается, что… Сейчас. Что? Он тут не показывает мне вот этот. Вот этот вот ситуация, сколько у нас здесь. Получается в 57. Ну, тут где-то 56.4. Ну, это 2 доллара стоп. Это очень мало. Ну, то есть 2 доллара это меньше 5%. Это где-то 4%. Это хороший. Хороший потенциал, но пока рановато. Мне кажется, потому что маловато постояли. Еще хотя бы одна-две свечки надо, чтобы была сформирована какая-то формация. Солана. Солана, кстати, была падала. Потом отросла нормально. Я думал, что уже не буду сливать. Но, как оказалось, не тут-то было. Вот смотрите. Сейчас тоже диапазон такой сформировался. То есть вот у нас нижняя граница диапазона. Зона 28.5-48.5. Вот этот диапазон, его можно в принципе торговать. Сейчас мы возле нижней границы, но я брал бы чуть ниже. Если бы и брать, то где-то по 28 хотя бы. А лучше даже дешевле. По 27.5 и стоп можно поставить за лоу. Если будет остановка. Если будет остановка, то это можно сделать. Ну и здесь видите, вот отсюда был именно рост сильный. Солана сильная монета. Ну вот как бы поджатие идет. Ну посмотрим. Я говорю, не всегда дают так заработать. Если очень много шартов, то могут резко импульзать наверх, чтобы всех вынести. Но пока поджимают. Все будет зависеть от того, как будет себя вести у нас S&P. Litecoin. Похожая картина. В принципе тоже. Тут нечего сильно смотреть. Вот нижняя граница диапазона. И у нас значит верхняя граница диапазона. Вот. 64.4 и 41. Вот у нас вот эти вот. А что этот уровень тут делает? Ага. Вот эти у нас два уровня. Ну можно еще 48.75 в принципе отметить. Как бы как. Если на дневке брать, то да, можно. В целом. Но пока такое печалька. Ничего не дает зарабатывать сейчас сильно. Смотрите, 4-часовик. Ну такой пила туда-сюда. Посмотрите. То есть нет направления на какое-то движение. Что-то тут, то туда-то сюда, то туда-то сюда. Разве что какие-то тут внутренние уровни рисовать. Но такие, учитывая, что это крипта, то можно тут получать стопов. Очень много. Когда в пиле, ребят, лучше попереждать. Это такое. Просто совет. Чистый. Значит дот. Вот дот мне нравится. Ребята, очень низко к этому. Но далеко стоп. Стоп если 5.97 это очень много. 20% стоимости. Можно сюда поставить в принципе. Но дот вот хорошо стоит. Дот был 54 доллара. Сейчас 7 долларов. Был падал почти на 90%. И сейчас вот в нижней границе диапазона. То есть тоже смотрится неплохо. ЭОС. ЭОС сильнее рынка реально был. Смотрите. То есть был вырос хорошо. У нас там была зона 0.83. Потом дальше. Вот следующий уровень. Что-то он не хочет двигаться. Не хочет. Ну ладно. Вот еще один уровень. Вот этот можно нарисовать. 1.38. А чего вот это не рисуется. Или это текущая цена. Что-то непонятно. Ладно. 1.38 и 1.93. Ну ЭОС пока тоже если брать то со стопом ниже этого самого. Со стопом ниже вот этой консолидации. Дальше что у нас. ТРХ. ТРХ сильнее рынка ребят. Ну вот трон я бы не лез бы пока. То есть вообще. То есть он меньше падал. Сильнее рынка вообще не вопрос. Но пока я что-то бы в него не лез. То есть тут да. Тут хорошо. Хороший откуп. И вот хороший уровень. Это зона 5 копеек. Там 4.0048. Классная зона уровня. Вообще просто оттуда отпрыгивает цена. Кто-то там сидит. Но такой он сильно враспиле. Вот тут неплохо 0.07. Но хотя торгуется тяжело. То есть что-то отскоки какие-то. Вот здесь разве что шортить можно было пробовать. Ну такое. То есть трон я пока бы не трогал. Дальше у нас люмен тоже ребят смотрите. С нижней границы. Если даже брать лонг то можно стоп за лов. Если будет пробиваться лов. Надо смотреть. Если будет закрепляться шортим. Если не будет закрепляться ложный пробой. То можно брать еще раз лонг от этого уровня. Очень хорошо смотрится вот здесь вот. То есть вот эта вот зона. Хорошая. Там 0.07. 17 копеек приблизительно выглядит. Вот это вот уровень. Дальше что у нас тут. 24. Плюс-минус. Вот оно 24.23.8. И что у нас тут еще есть. Ну это такое себе. 31 копейка. Ну такое себе. 31. И 42. Ну вот у нас. Ну поджатие идет нижнего уровня. Видно что поджатие идет. Но в целом может быть и отскок. Хотя поджимают. Посмотрим кстати. Посмотрим как будет. Возможный биток сходит вниз. Ну объемы просто колоссальные. Там стоят в битку. В стакане и так далее. Я не думаю что они бы так сильно стояли. Если бы они чего-то не знали. Так что здесь происходит. Тут получается. Это у нас Ripple. XRP у нас вот здесь диапазон. Где-то 38. И значит. Что тут мне двигается со стороны. И вот этот диапазон 28. 38-28. Ну такой он тоже. На месте все. Видите нету. Как бы на таких как раз. Как раз таких консолидациях у нас происходят самые большие наборы позиций. Значит Tezos. Tezos тоже самое. И тоже стоп можно сюда ставить. Вот сюда за уровень. И вот у нас 1.97. Если вот это пробьют. Хотя бы. Вот эту 1.03-1.97 закреплением. Там уже пойдет дальше. Пока вот этот вот диапазон у нас. 1.19-1.93. Все. То есть вот у нас диапазон формировался. Тут туда-сюда ходит. Но поджимает так же как и все остальное вниз. Хотя упали. Мы уже достаточно много. Был по 9 долларов. Сейчас по полтора доллара. То есть получается где-то 80 процентов минут. Даже больше. И еще BNB посмотрим. Binance. Binance. Ну сильнее рынка смотрится вообще. Это даже меньше. Меньше битка падал. BNB. Значит вот он. Вот раз уровень. 336. Просто очень технично. Зеркальный. Просто смотрите. Вот 2. 3. Это шикарный уровень. Если будет пробивать, то он улетит. Такое закругление. Тут можно было и шортить вообще легко. И вот здесь. Смотрите. Вот. Вот здесь вот 273. 75. Сколько здесь вот? 73. Если 73 пробивается. Вот это вот. Будем тут брать по хвостам. И 73 пробивается. Может улететь дальше. Там 240-220. Можем увидеть легко. А может нижнюю границу диапазона 190. Будет. Поэтому Binance. Надо ждать. Что будет сейчас развязка. Дланги в принципе можно здесь. Но пока оно как-то так смотрится. Не нравится мне пока вот это все. Посмотрим что. Ну все битка зависит. Если пробьет вниз. То пробьет все тоже. Но пробьются все монеты. Но стоит тут очень круто. Я думаю что если будут пробивать в моменте. То скорее всего с такого пробоя будут выкупать. Ребятки. А если будет отскок наверх. То посмотрим что будет дальше происходить. Что будет вот здесь происходить. Там 25-27-29 тысяч. Приблизительно. Если туда пойдут и будет какой-то ложный обратно. То может быть перелов. Если пойдут и будут дальше расти. То значит будет лонг. Ну я говорю. Пока для глобального роста мало здесь мы побыли. Мало. Надо хотя бы еще месяц-полтора месяца. Даже где-то вот так. До двух месяцев. То есть сентябрь-октябрь. И вот тогда если наберут может пойти. Но до этого времени непонятно что будет с S&P. Если S&P будет сливать. То конечно могут это тоже слить в два счета просто. И на 15 или на 12. Если S&P пойдет на 3000. То биток тоже пойдет в минус 30%. Скажем так по простому. Поэтому вот так вот. Ребят. Еще интересная информация для всех. Кто смотрит ролик. У вас есть бонус. Можете переходить по ссылке ниже. А то маркет. Вот по рефералочке. Которая ниже находится. Можете получить приятный бонус. Какое вы узнаете после того. Как вы перейдете и зарегистрируетесь. Поэтому обязательно переходите. Вас ожидают крутые бонусы. Значит так же. Если какие то вопросы пишите в комментах. Что вы видите. И где вы вообще биток будете видеть в конце года. Потому что я думаю что в конце года. Если цены урегулируются. Можно спокойно там видеть 40-45. Но это мое личное мнение. Думаю где-то к уже ноябрь-декабрь. Вот там уже. А может и выше даже. Посмотрим как будет по факту. Пока здесь мы видим 19-950. И ничего сильного там не происходит. Ребятки. Поэтому ставим лайк. Подписываемся. И всем хорошего дня. Прибыли. И не забывайте о рисках самоважном. Всем пока.